Время 7 часов. Сейчас мы пойдем на пик Черского. Вернее, до пика непонятно дойдем или нет. Главная наша цель это водопады. Так, сейчас мы здесь. Пойдем, пойдем, пойдем. Так, здесь у нас турбаза Пик Черского. А если не на Пик Черского, а теперь сюда. Здесь водопады Ручья Посетительского, реки Подкомарная, Каменка. В общем, вот такой у нас маршрут намечается. Это база МЧС. Здесь регистрируемся, ставим машину и дальше идем пешком. Порядка 18 километров до метеостанции, где поставим палатку. И потом еще километров 5-6 по водопадам. Вот это начало тропы. Здесь у нас лавочка, указатель. Добро пожаловать. По дороге нас ждет мраморный карьер, кафе с оладушками, далее будет беседка и метеостанция. На метеостанции разобьем лагерь. И дальше будем думать, куда пойти на водопады. Погода хорошая пока что. Обещали дожди ночью и вечером. И вроде как завтра еще до обеда. И посмотрим, как будет на самом деле. Все. Доброго пути нам. По этой тропе на Пикчерского очень много указателей и еще очень много мостиков. Вот это вот первый. Будем считать по дороге. Так что еще бы делала ли в прошлом году. Посмотрим, сколько сейчас. Река Средянка. Тогда частей еще. Вот такие вот указатели. Ну и дело. Река состоит остальная. Вот всего песка. Разные формы вот. Вот в принципе хорошая тропа. Приятно по ней сжигать. Ароматы леса сейчас шикарные. Так люди здесь по садочкам отдыхают. Получается, здесь идет практически автомобильная тропа. До самого кафе. Это восемь километров. Кажется восемь. Точно не помню. Или шесть. Потому что осуществляют заброску на большой машине. Если кому нужно, можно договариваться. Вас забросят, чтобы сэкономить силу. Ну а нам наоборот нравится эта тропа. Потому что идешь в раморный карьер встречаешь. Что такое такие красота. Вот и машина кстати ездит. Это большая. Сейчас сами все увидите. На какое оно все не забрасывает. Какая прозрачная водица. Чистая, чистая. Наша природа самая красивая. Здесь даже вот песок. Песчаный пляж можно сказать. Красота. Такой еще какой-то. Туманчик маленький стоит на ней. Интересный. Так. А мы приближаемся ко второму мосту. Там уже Дмитрий переходит. Вперед бежит. Вот такой мостик. Опа. Какой-то он. Маленько. Под наклоном. Ничего. Главное, что не бревно. По бревну очень страшно переходить. А тут хорошо. Да, да, да. Вот так вот кормушки висят. Птичек подкармливают. Надо, да, тоже сделать подарок этой тропе. Такую кормушечку. Бадан начинается. Должен уже цвести. Или отцвел. Здесь, наверное, отцвел. А если повыше поднимемся, там еще цветет. Птичка. Подходя уже к карьеру, здесь висят предупреждающие знаки. Тежедневно проводятся взрывные работы. И может быть камнепад. Там надо быть осторожнее. И вот здесь у нас уже третий мост. Машина едет прямо по реке. Прямо. А пешая часть пути уходит на мост. По маленькой тропке. Следить за указателями и потеряться как бы здесь все очень сложно. Тропа нахожена. Указатели сядут. Все как бы хорошо. Перекрыто. Потому что там мост есть, но он, видимо, сломан. И здесь вот указатель, что нужно пройти прямо на другой мост. Поэтому надо быть внимательным. И идем прямо, ищем третий мост. Совсем рядышком. Это, видимо, новый, который в прошлом году делали. Ребята, молодцы такие. Спасибо вам за такое счастье проходить по мосту. Так, проходим третий мост. И идем дальше. Так круто. Вот. И камнепады тут действительно существуют. Вот смотрите. Такой белый кончик прилетел в речку. Огромный. Вот такой белый мрамор. Он разный бывает здесь. С розовыми вкреплениями. Я находила. Домой его утащили. Вот этого много-много. Вот такая гора. Меломора. Вот так он. Здесь добывается. Наверху ездят машины специальные. Его видно с двух сторон. Доедешь по тракту. Видишь с той стороны. В горах. А это вон с этой стороны. Сюда сыпятся все эти камни. В общем, эффект просмотрится. Такие волны тут везде лежат. Идем к четвертому мосту. Так и курсируем речку туда-сюда. Всю дорогу. Здесь какое-то слияние идет. Стрелка. Ручей в нее бежит. Так, топаем. Ой, какой тут запах. Здесь прям свежести. Разных трав. Вроде только прошли четвертый мост. А уже в указатель висит, что впереди следом еще один мост будет. Вот. Вот указатели такие яркие, желтые. Чтоб не выцветали. Все хорошо было видно. Их тут вешают. Красота какая. А вот и мостик. Вот такой он тут интересный. Маленький. Он еще такой устойчивый. Иногда слюдянка выходит из берегов и сносит эти мосты. Потом приходится делать их заново. А лет десять назад пятнадцать мостов вообще не было. И все вот эти вот переходы являлись бродами. Что значительно усложняло эту тропу. Сейчас же тут вообще красота. Природные лестницы. Мостики. Просто можно идти и наслаждаться. Вот этой красотой. Смотрите, это белая гора. Бело-серая тут уже стала. Речка. Тропинка. Лесная. Вон барондуки бегают. Со всех сторон. Пищат. Видимо, выпрашивают орешки. Они тут уже приручились немного. Тропа показывает, что здесь надо идти. А тут ездят машины. А мы приближаемся к шестому мосту на нашем пути. Мне кажется, они один за одним идут. Вот так вот он выглядит. Шестой мост. Здесь туристы какие-то стоят. Хотят фотографироваться. Эти указатели. Вот такие по пути они идут. Это значит, осталось одиннадцать километров до метеостанции. Барондуки. Там вот такое место интересное. Распилили большое дерево. Сухое. Наделали стульчиков. Можно остановиться. Посидеть, отдохнуть. Но мы пойдем до кафе. Осталось полтора километра до кафе. И там уже отдохнем. Вот мы приближаемся к седьмому мосту. Вот такой красивый и добротный мост. Уже потемнело. Я помню, он был такой новый, свеженький когда-то. Относительно новый. . Проезжает, да? Привет, люди. Это лентяи идут. А вот там впереди виднеется кафе. Скоро мы туда придём и отдохнём немного. Речка такая красивая в этом месте. Перед кафе у нас вот такой весёлый бурундук-повар. Вот такой. Машет нам, говорит, оладушки там вкусные отведайте. Вот сейчас пойдём посмотрим, что там за оладушки. И восьмой мост я вижу. Можно вот такое занятие придумать. По пути считать мосты. Интересно, сколько их здесь сейчас. Вот это точно восьмой. Вроде я ещё не сбилась со счёта. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так вот прошли мы восьмой мост. И сразу же кафе. Вот это домик. Здесь есть и баня, и ночлег, и кафе, и туалет, мусорные баки. Много чего. Вот это не будем считать за мостик. Просто помощь идти. А вот здесь много людей. Беседка тут ещё есть. А вот там ещё интересный мостик. Девятый. Как-то выбор. Можно там, можно здесь переходить. Кафе оладушки. О, это даже беседку вам поставили. Смотрите, что ещё. Осторожно, хитрая собака. Взяли мы, значит, знаменитые оладушки. Надеюсь, они вкусные, как обычно. Это мой. Посиди и на столе. Так. Ну тут у Дмитрия двойные порции какие-то, двойные стандарты, так сказать. Ну как? Ммм. Ммм. Вкусно. Отошли от кафе. Там был указатель десять. Сейчас девять. И вот, получается, часа три, наверное, ещё идти в кафе до Черского. О, до метеостанции. Вот рубаса. Идём. Сейчас вообще здорово стало. Так свежо. Солнышко спряталось. И прохладно. Всю неделю в городе была жара. По 35-37 градусов. Невыносимая. А тут хорошо. Водан. Его можно собирать на чай. Вот эти листья нельзя собирать. Это ядовитые. И сушить их нельзя. Собирается только вот эти нижние. Вот как их много тут. Вот так прям собирается. Они легко отходят. И из них получается отличный чай. Сейчас мы насобираем себе. Будем пить вечерком. Десятый мост. Юбилейный, так сказать. Опа. Это первый после кафе. О, как облака низко спускаются. Наверное, туманом затянет всё. В общем, идём по десятому мосту. Здесь шумно. Река течёт. Вон, какая красота. Мост шатается. Так. Главное не сбиться со счёту. Вроде десятый. Вот тут попадается чёрная смородина. Ну, здесь такой хилый кустик. Который более пышный. Мы рвём их на чай. Они пахнут очень ароматно. Даже рука от них становится липкая. Лесная. Очень с ярким запахом. Не такая, как на даче. Вот так. Одиннадцатый мост на горизонте. Он такой, как бы, двойной. Можно сказать, одиннадцатый и двенадцатый. Ну, мы посчитаем его как одиннадцатый просто. Большой мост. О, как тут свежо. И шумно. Не знаю, слышно меня или нет. Очень шумит река. Здорово. Красивый водопадик. Красивый водопадик. Вот так раз. У нас уже и восьмёрочка показалась. Пока мы тут наслаждаемся ароматами, километр за километром у нас идут. Мост номер двенадцать. Вот такой он, небольшой. Вот рядом лавочка. Можно отдохнуть, если устали. Седьмой километр. Всё поисписали. Зачем? И тринадцатый мост. Красота. Все бы делали повыше. Видимо, здесь уже сносила не раз. Поэтому делают как можно выше. Мост. Вот так вот. Красота какая тут у нас. Такие разные цветочки растут. Вот мы приближаемся к беседочке, которая находится за шесть километров от метеостанции. И хочется отдохнуть. Потому что перед ней немножечко подъёма. И устаёшь. Вот так выходишь. Она прям очень кстати. Какой папоротник высокий. Вот там туалет стоит. Здрасте. С мостом случилось. Всё развалилось. И такой малюсенький остался. Даже не знаю, считать его или нет. Здесь будет шестнадцатым. К нему даже дорожка такая с камней проложена. Идём. Вот такой мостик. Такие турики стоят. Много-много. Так, вот пятёрочка. И... Ну, тут какой-то мост ненужный. Выходит семнадцатый. Только не через речку, а просто так. Такая... Так, тут нам Бурондук напоминает, что осталось 4 километра, значит скоро начнется самое интересное, подъемчик за 3 километра до цели начинается. Огромный такой камень лежит тут. Три километра, а там такая поляночка тоже симпатичная с лавочками, эта жимолость растет, видите, сколько ее, она еще зелененькая. Здесь на поляне много вроде жимолости, 18-й получается, вот, а тут здесь можно воды набрать, ну что-то рано набрали получается. Это между 3-х и 2-х километровыми указателями. Красивый водопадик такой. Вот фотография моя, как я валяюсь с рюкзаком в этом месте. Еще немного и мы уцели. Заключительная часть тропы это постоянный подъем. Этих вот 2 километра камни, корни, такой, так уже устали и еще сложности. Ну ничего, сейчас поднимемся и будем на месте. в лагере отдохнем. В общем, еще целых 2 километра вот такой вот дороги. Привет! Ты такой любопытненький. Маленький. Маленький. А такой любопытненький. Ой-ой-ой, домой пошел. Тут высота где-то 1200. Ибо Данчик еще цветет. Там чуть ниже уже отцвел. Здесь много розового. Еще одна заключительная полянка. Ой, как хорошо идти не на подъем. Вот там облака, они прям вниз все спускаются. Туман образует. Такая мистическая атмосфера получается. Все-таки деревья все объеденные вот этой вот болезнью. Атмосфера какая. Как быстро передвигаются эти облака. Все заволакивают. На улице жарко. А туман этот спустится вниз, наверное, станет прохладно. Ох, как за акул. Ох, как за акул. Долгожданный. Один километр до цели. Ну что, эпический момент. Мы выходим к метеостанции. Ура! Ох, какое-то приятное чувство. Ох, как туман-то накрывает охлаждающей прохладой. Все, пойдем сейчас искать место для палатки. Подбивать лайки и кушать будем. Вот такой столб. Отсюда начиналась дорога, которая связывала много стран. Перевозили товары. В общем, мы шли-шли и пришли вот на такую полянку. Здесь костровище. Вот там вот трава. Мягкая. Думаю, сюда палатку поставим, будет мягко спать. Ну вот, палатка и готова. Будем тестировать новую палатку. Такая вот санкт-петербургская фирма Normal. В общем, когда начался кризис в феврале, все начали скупать жилье. Мы тоже решили выложить деньги в жилье. Вот сегодня будем тестировать. Ни разу еще с ней не ездили. Опа! О, как тут внутри. Она трехместная. Легкая, 3 килограмма. В общем, собрались мы идти. Ну, а тут вот, вот что-то происходит, говорится. Ой, беда запахла. Все гремит. Дождь, подседра. В общем, это испытание, палатка у нас приходит. Прям сразу, сходу. Ну что ж, гроза закончилась. Шла она минут семь, наверное. Ну так, грязи не делала. Минуты две. Да? Ну, может, минуты две. Ну так, жути нагоняла, гремела. Бело. Вот, все испытание, палатка пришла. А проще нас вроде нигде, ничего пока не течет. Так что мы переждали дождь. И, и пойдем. Так, мы с палатки сразу вот так вышли куда-то в лесок. И, ну, хотим на серпантин выйти. Вроде как, ведет дорога. Смотрим сейчас. Вот, примерно так это все происходит. А вот тут вся дорога в кашу. Это уже, наверное, десятый. Или больше. Ну, еще. Мы дошли до дерева. О, а мы венки взяли? Ленточку. Ну, есть у меня. Есть? Давай ленточку. Где наша ленточка? Сейчас будем вязать ленточку. Спустились мы с горы. Дальше сейчас будем искать тропинки. Мы тут сами подопадом первый раз идем на разведке. Судя по всему, вот эта тропинка. Посмотрим. По треку, конечно. Где-то у нас трек еще был. Мы как ежики в тумане, конечно, продвигаемся. Вокруг туман. Ну, тоже такая своя атмосфера. Прям такой туман. Ни разу не попадали. Прям со всех сторон. Ну, в принципе, тропа тоже набитая. Просто здесь две тропы. Одна на чертовы ворота уходит. Там чертова озера на басан и так далее. А в другую сторону с водопадом. Сейчас разберемся. Так. А тут, получается, на ручье. Если переходить его, тропа уходит вверх. Это не чертовы ворота, озеро. А если правее брать тропинка, это на водопады. Так у нас трек показывают. Мы спернули. Это еще пошли до водопадов. И вот сразу первый какой-то водопад. Видно, что куда-то стекает. Ну, не видно куда. Посмотрим. Здесь вот стекает чаша от этого водопада. Вот. Тропа идет вниз. Дурелом местами. Местами такие камни. Разные. Идем дальше. Сверхin. Продолжение следует. Увторяю. Вдюх. Режем. Точной. Вдюх. Глубов. Вдюх. 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 Увтор. Вдюх. Вдюх. Собственно. Вдюх. В общем, пришли мы по бурелому какому-то. На карте вот этот водопад, знаете, как третий каскад. Угу. У нас вот такие плиты. Ну, местами скользкие, где мокрые. Такое необычное место. Шли-шли мы, началась сильная гроза. Вот такой вот дождь идет. До установки. Ау, молния так зертает. Вот такой огромный. Здесь сильный ливень. Мы подошли на красивый водопад. Быстро-быстро снимаю видео. С ливень, с градом, с дрожжой, с молнией. Вот водопад красивый, с бирюзовой чашенькой. И вот наша цель. Самый главный водопад. Здесь очень шумно. Здесь до воды. И очень красиво. Субтитры сделал DimaTorzok. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Последний процент Итак, идем На улице темно-темно стало Все в тумане Даже страшно Ни одной души А время-то еще 7 часов вечера Все должно быть очень светло Темнее только в 11 часов В общем, идем одни мы С водопадов Понятно, все разбежались по палаткам и домикам И никого нет Наступило утро второго дня Вот так вот палатка прошла испытание Дождь вчера как зарядил Еще подходя к перевалу Весь серпантин Был дождь Мы все промокли И всю ночь Он барабанил по крыше Но она выдержала Не промокла Так что палатка хорошая Берой термин Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выглянул солнце Погода восстановилась Вроде Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok